Мы сегодня с такой, мне кажется, для меня она вечно живая тема, но смотрю, не только для меня. Ненасильственное общение приглашает жить в моменте. Чувствуешь и удовлетворяешь свои потребности. И возникает вопрос, ну а как же сила воли, как же долгосрочные какие-то обязательства, как же отношения, может быть, в семье, когда есть вещи, которые вроде как надо делать, но надо же, это же уже насилие. И получается что-то похожее на стрекозу, которая «Лето красное» пропела. И я очень сомневаюсь, что Маршал Розенберг именно это имел в виду, что нам нужно жить вот этой вот беспечностью и легкостью. У меня какие-то истории в связи с этим. Начну, наверное, с того, что меня особо поразило. Я сейчас буду бросать вызов вот этому убеждению. Мы постоянно об этом говорим, я помню, в команде. Что есть возможность выбрать, не использовать ненасильственное общение. И недавно совсем я была на встрече, где была Сильвия Хасквитц. Она одна из тех тренеров, которая знала Маршала Розенберга. И она говорила о том, что всё-таки этот выбор, он имеет определённые последствия. И из этого, ну то есть какие последствия? Если мы выбираем не использовать ненасильственное общение, то, скорее всего, какие-то наши потребности будут недовлетворены. Потребность состраданий, потребность эмпатии, потребность заботи, потребность в том, чтобы потребности всех были важны. Вот это вот в том, чтобы принимать во внимание большее количество потребностей. И я вот с того момента, наверное, а может быть даже ближе к сегодняшнему эфиру, поняла, что вообще-то практика ненасильственного общения, она сама по себе проявление силы воли. Потому что мы последовательно что-то делаем навстречу своим потребностям. И не только сиюминутным, а осознанно работаем, узнаём себя, узнаём, что нам важно, и всё больше убеждаемся, что на самом деле нам важно и сострадание, и эмпатия, и включение во внимание большого количества людей, и партнёрство, и вот это всё. Я вбросила, если даже это не в тему Риттамула, какие у тебя первые мысли возникают, когда ты об этом думаешь. Зову тебя поделиться. Да, всем привет. Хотелось бы откликнуться на то, что ты только что говорила, что использование, выбор ненасильственного общения – это тоже проявление силы воли. И здесь мне хочется сказать, что это как-то раз та история, когда действительно иногда частенько мы не видим результат вот сразу. И вот в этом-то и есть проявление силы воли, когда мы соглашаемся на суперотложенный результат, который неизвестно, когда появится, и в какой форме нам он придёт, мы тоже не знаем. И тем не менее мы это выбираем. Почему? Потому что, ну, то есть что помогает этой силе воли здесь быть проявленной? Я себя подкрепляю красотой этой потребности, во имя чего я это пробую? Во имя чего? Да вот во имя того, чтобы качество моих отношений, в первую очередь с самой собой и с другими людьми, оно было живым и настоящим, чтобы я понимала, что я вот живу свою настоящую жизнь и делаю это так, как мне близко. И вот этого нет ощущения, что жизнь зря проходит. А вот именно какое-то такое. Но когда ты ещё вот только начала говорить, я поняла, что это действительно вообще не про то, о чём я думала, что для меня силы воли. И я поняла, что для меня сила воли – это прислушиваться к разным голосам внутри меня. Вот это точка выбора, когда я или настойчиво делаю что-то, подогревая себя тем, что я иду к какой-то цели, или я выбираю это не делать сейчас. И вот для меня важно понять, что стоит за первым голосом и за вторым. И я ещё замечаю, что в разные моменты эти голоса разной силы. Иногда вот этот вот голос, что не делай, продолжай лежать на диване, не вкладывайся в это, он настолько громкий. А бывает, что мне достаточно легко эту силу воли проявлять. И вот недавно я узнала, что за принятие волевых решений отвечает префронтальная кора головного мозга. И что она тем лучше функционирует, тем больше помогает нам принимать вот такие, проявлять силу воли, чем лучше наше физическое состояние. И особенно это влияет на депривацию сна. То есть если мы достаточно спим, если мы правильно питаемся так, как нам подходит, и следим именно за своим физическим благополучием, то силу воли проявлять проще. Для меня это о том, чтобы заботиться о себе. И это тоже про ненасильственное общение, прежде всего, в практике с самим собой. Быть в контакте и слушать, когда мне нужно позаботиться о себе. И тогда я повышаю вероятность, что я буду идти к своим благосрочным целям. А вторая история – это о том, чтобы пристальнее прислушаться к этому голосу, который мне говорит «не делай!» В этом нет смысла. Игра не стоит свеч. И вот сейчас как раз перед этим эфиром у меня была такая дилемма – продолжить лежать и скроллить ленту или сделать семиминутную йогу? И я прямо решила, ну, Коль уж у нас эфир, послушать этот голос говорящим «Лежи! Ну, чего там эти семь минут?» И я вышла дальше слушать. И знаете, что он мне сказал? Он сказал, что «я тебя люблю, даже если ты не сделаешь эту йогу!» «Я тебя всё равно люблю, ты всё равно хорошая, ты любимая!» И я поняла, что голос, который мне говорит «забей! Не делай! Не иди к этим целям!» Это голос, безусловно, любим и принятие, что я уже хороша, просто потому, что я родилась и потому, что я есть. И знаете, услышав этот голос, во-первых, я поняла, что мне, блин, жизни так его не хватает, вечно вот это достигаторство, что только тогда я тебя люблю, если ты вот дошла, если ты проявила эту силу воли. И когда я услышала этот голос любви, я почему-то с лёгкостью встала и сделала эту йогу. Не на энергии, что мне это нужно сделать, чтобы продолжить себя уважать, чтобы принимать себя, потому что другой я себя не принимаю. А из того, что я и так хороша, ну почему мне ещё йогу не сделать? Мне кажется, что близко по энергии то, о чём ты говоришь, вот это вот преобразование, или я буду плохой, если я нет, или, ну это надо. Вот, да, я хочу как раз дать внимание, Михаил спросил, ну как-то вроде как нет вопроса, но есть это надо. Ночью ребёнок плачет и прерывает сон, и матери очень сложно действовать из любви и заботы ночью, но делают то, что надо. Или мусор уже стоит дома и воняет, его надо вынести, но не хочется, например, выходить из дома. Нарушаем правила и делаем то, что не игровое. И мне кажется, что это, ну, да какие-то, может быть, даже не Михаила темы, потому что очевидно, что он не мать, которой сложно вставать. Я точно могу сказать, что вот это надо преобразовывается, не знаю, у меня очень легко оно преобразовывается в то, зачем я это делаю, нахожу потребность, нахожу контакт с потребностью. И я на самом деле делаю это заботой, даже когда, может быть, ну, физически тяжело. Ну, уже деть вырос, но я хорошо помню вот это вот ночное, когда и хочется спать, то о чём ты, мне кажется, когда ресурса мало для того, чтобы выполнить какое-то волевое действие. и даже при том, что ресурса мало, я понимаю значимость вот этого действия, что я сейчас делаю, для чего я делаю. Я такое знаю, вот это вот встать ночью к ребёнку, это такое, вообще я сейчас говорю встать ночью, я не вставала ночью, ну, ладно, ну, да, надо просыпаться всё равно. Это такое значимое действие, это принятие, это любовь, это забота. И вот это вот становится движущей силой. И это всё очень, мне кажется, прямо вот в одно, в одну какую-то, на одну полочку можно сложить. Пример, который Маршалл приводил в книге. Наверняка сейчас все такие, а, да, 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 помню. Как он не хотел возить детей в школу. Он там, у него дети, их были в какой-то школе, которая не рядом с домом, и нужно возить. У меня, кстати, такая же, такая же тема. И совершенно разная энергия, когда я такая, блин, зачем я так сделала, и какого чёрта, и почему нельзя всё проще. Да, и он прям показывал в книге, показывает этот свой процесс, как он дошёл до того, что это его выбор, потому что есть значимые для него потребности. И с этими потребностями уже можно с утра за руль такой, о, я сейчас удовлетворяю потребности там в развитии. Я не помню, наверное, точно, что-то там, может быть, было про какое-то безопасное будущее, но это то, что, во всяком случае, меня драйвит каждый день этим заниматься ещё, да, и контакт с детьми, когда, может быть, можно было бы по-другому, или можно, ну, самое как бы такое делать, но делать из надо. А всё-таки это надо, оно выматывает. То есть пока мы не дойдём до понимания, какой я сейчас потребность удовлетворяю, мы будем, мы делаем вот эти вот какие-то вещи, как вставать к детям, выносить мусор. Да, кстати, мне кажется, что вот найти бы потребность за тем, чтобы выносить мусор. Ну, для меня это чистота и красота. И комфорт, если он воняет, как вот тут пишет Миша. Вообще, у меня на слово надо прямо вот трясёт, честно говоря. У меня сразу такой вопрос, так-так-так, кому надо? Потому что такой большой опыт этого надо, особенно как-то вот из детства, когда как будто бы так вот подразумевается, что ребёнок многое на веру должен воспринимать, да, то есть надо в школу ходить, надо уроки делать, там, надо кашу на завтрак кушать. И ты такой, ну, надо ок, надо ок. И как будто бы у меня накопился такой, знаете, уже уплотнённый такой вопрос громкий миру, кому надо? А надо ли это мне? И я уже вот давно не использую слово надо, потому что если я откуда-то слышу надо, у меня сразу очень много критического подхода такого, так-то кому надо и что от меня нужно. И я говорю, что я выбираю. Но что касается ребёнка, вот прям присоединяюсь Оля к твоим словам, что это про заботу, я это выбираю. И да, это забота и любовь, это вклад и служение жизни. Тут столько потребностей, что как будто, как я могу это не делать? Я это выбираю. И как будто ещё, когда я подогреваюсь этой потребностью, ну вот про мусор, да, для меня это чистота, красота, то я же могу сама его не выносить, я могу попросить кого-нибудь вынести. Например, если у меня кто-то выходит из дома, я могу попросить. А если я буду себе говорить, надо мне вынести мусор, я как будто буду заперта в этой идее, что это моя задача. И я для себя просто магическим образом изменила своё отношение к приборке. Я теперь никогда не говорю себе, что мне надо помыть пол, мне надо помыть посуду. Я всегда говорю, что я забочусь о доме. И как я это делаю, это просто нереально всё меняет. Я забочусь о доме. Я прямо говорю, так, у меня сейчас забота о доме. У меня сейчас час заботы о доме. И я ощущаю эту красоту, как она появляется вокруг меня, и что она рукотворна. Вот я это создаю вокруг себя. Мне кажется, что мы сейчас уже можем даже выделить, что сила воли может быть из нада, а может быть из потребностей. И оно может называться одинаково, и выглядеть снаружи одинаково, но внутри проживается совершенно по-разному, когда одно дело, да, вот эта нада, которая, да, или последовательность в том, чтобы жить своими потребностями, чтобы мои действия были манифестацией моих ценностей, моих потребностей, а не чего-то другого. Ещё какие-то штуки интересные ты говорила, и я хочу их подцепить сейчас. Ну, у тебя есть мысль, да? Да, у меня есть мысль о том, что есть ещё такая история, когда вроде ты и потребности осознал, да, это во имя твоих ценностей, но всё-таки сам процесс вот прям не твоё. Мне вот, например, нужно собрать там документы для каких-то там налоговых дел, и я знаю, зачем мне это нужно, то есть я прям, но тем не менее, сам процесс, ну, мне неохота этим заниматься, мне нужно перелопанить какую-то папку, там что-то. И вот тогда как будто бы есть место для того, чтобы себя поддержать, вот, и для меня это прям ещё отдельная история, как я могу себя поддерживать, там, окружить себя пледом, чаем, и свечу поставить, и гирлянду включить, и взять эту жуткую папку, или на самом деле иногда помогает просто с кем-то поделиться этой своей бедой, чтобы тебя поддержали, что я рядом, или себя загрузить социальными обязательствами, но загрузить в хорошем смысле, какой-нибудь устроить челлендж, кто со мной будет соревноваться, кто быстрее разберёт свои папки, вот, или там, например, я поделаю это полчаса, и сколько бы ни сделал, остановлюсь, у меня это тоже очень поддерживает, такие микро лайфхаки, как справляться с тем, что всё-таки делать противно. и, да, вспоминая, что как раз сила воли может казаться, что это насилие, да, вот, и когда ты садишься делать что-то, что ты понимаешь, ты не любишь делать, но при этом у тебя есть и потребность, у тебя есть и надо, там, всё вообще, да, вот это разобрать из-за чего-то там финансовые документы. вот, вот что это, да, чем отличается тогда насилие над собой от усилия, да, ненасильственное общение не предлагает, опять же, возвращаясь, быть этой стрекозой, но разграниченность по всеравному предпринимательству и даже, да, вот мы что-то делаем по-другому в ненасильственном общении по сравнению с тем, как мы привыкли общаться, и это же усилие, то есть, да, мы что-то, мы что-то делаем, и ты говоришь, как ты можешь себе, может быть, помочь, понимая, что это сложно, и это часть жизни, это жизнь, это не одна лёгкость, делай то, что прямо сейчас хочется в моменте, когда сложно, как ты готовый к тому, чтобы попросить поддержку, к тому, чтобы там создать какую-то общность, отдать тебе немножечко больше комфорта для того, чтобы пройти через, пройти через это и последовательно достичь своей цели. И ты говоришь про разницу между насилием и усилием, я вспомнила вот ситуацию насилия над собой, вот как я тогда это ощущала, и, наверное, сейчас вот подобным образом ощущаю, когда я ходила на нелюбимую работу, то есть, я каждый день ощущала вот это, что я здесь делаю, и вот это было насилие, в чём вот разница, да, тоже вроде преодоления себя, я старалась, я даже специально машину освоила, чтобы не ездить на автобусе на эту работу, чтобы повысить свой комфорт, но мне не стало легче от этого, потому что всё равно я там находилась, и больно мне было в моей душе, было это ощущение, что я живу не свою жизнь, а время уходит, как будто бы вот этого вот свечения огня впереди, вот этого смысла нету, но я продолжаю это делать, вот это насилие, когда я не могу, как будто бы это лучшее из того, что я сейчас могу делать, потому что мне нет ресурса выбрать другое, ну или ещё какие-то причины, вот это для меня про насилие, а усилие, это да, когда у меня есть огонь внутри, да, впереди и потребности, вот, но мне нужны какие-то, да, подпорки, чтобы делать это. У тебя интересно, получается, что если прям попробовать это как-то определить, структурировать, там, да, понять, то насилие, это когда ты делаешь что-то только из оценки и никак не можешь, мне кажется, Маршалл тоже приводил этот пример, ну, другой пример у него был по поводу того, как он работал, что он работал клиническим психологам, ему нужно было писать клинические отчеты, и вот он так же его тошнило от этих клинических отчетов, как от тебя от работы. И когда ты не можешь, и когда начинаешь прислушиваться, почему я это делаю, и не можешь найти вот эту вот потребность, в каких-то ситуациях мы можем найти, а в этих ситуациях не можешь найти, даже когда начинаешь преобразовывать суждение. Или находишь, но понимаешь, что есть другое, вот то, что Маршалл, что есть другой способ эту потребность удовлетворять, другой способ, который бы еще что-то учитывал, а тут вот как-то, ну, не как-то, может быть, для тебя это прежде всего вовлеченность, какой-то, может быть, интерес к тому, что делаешь. про потребности, про потребности, которые я пыталась удовлетворить, или которые проседают. Которые, похоже, да, похоже, это то, что не могла удовлетворить никак. Может быть, да, то есть удовлетворялась, может, финансовой безопасности, это, по-моему, такая классика, что мы часто что-то делаем, думая, ну, это же деньги принесет, там, ну, это же, там, не знаю, социально приемлемо, или социально даже приветствуется, а там какие-то потребности, вот вроде, вовлеченности, интересы, которые, ну, такие просевшие, да. И тогда он предлагает выбрать что-то другое, чтобы были увидены. Да, он нашел себе, что он будет по-другому деньги зарабатывать прямо буквально. Да, да. И, да, интересно посмотреть на это опять сейчас, если с точки зрения силы воли. Да, ну, вот, если не знать ненасильственное общение, то это какая-то, какая-то такая слабость, да, вот что, вот взял и бросил что-то делать. А с точки зрения ненасильственного общения, это осознанный выбор. Да, осознанный выбор. Совсем не, мне кажется, не унизительный опыт. Давай почитаем? Давай. Ага, еще Ольга Кропоткина. Мне нравится играть словами сила воли, воля равно свобода. Получается, сила свободы. Тут у меня связка с потребностями. Когда я с ними в контакте, то у меня больше свободы. Круг замкнулся, все сошлось. И Елена Шацкая. Может быть, насилие, когда только внешнее надо, а усилие, когда есть и внешнее, и внутреннее надо? Ну да, похоже на то. Внешнее. Все равно, все-таки, я бы ушла к тому, что если есть только надо, и сложно найти потребность, которую хочется удовлетворять только этим способом. Вообще, что-то какое-то сложное место, мне кажется. Потому что мы любую потребность можем удовлетворить разными способами. И это очень сложно, наверное, прям очень четко определить через какую-то логику. Это скорее про чувственное, интуитивное такое понимание себя. Про то, что Елена пишет, я вот думаю про то, что вот внешнее, да, это насилие, а когда, так вот сейчас перечитаю даже, насилие, это когда только внешнее надо, усилие, когда есть и внешнее, и внутреннее. У меня степот, когда есть внутреннее надо, но оно про насилие. Иногда бывает, знаете, это внешнее надо, оно настолько присвоено, что ты считаешь, что это твой голос, но как бы он не твой. И да, вот мне нравится, как ты говоришь про какую-то интуицию, потому что, наверное, раз я вот, у меня был такой опыт, что как будто вот это мое внутреннее надо, это вроде мои ценности. То есть я это делаю, потому что мне там важна ясность, эффективность, но мое тело почему-то не хочет идти в это место. И я думаю так, вот эта ясность, эффективность, вот это надо, это вот мое или нет? Или, может быть, это какая-то настолько устоявшаяся, например, вот я сейчас подумала, допустим, в поколенческие, то есть у меня, допустим, в семье из поколения в поколение реализовывается эта стратегия, стратегия, да, и для меня это просто что тут настолько неотделимая от жизни, как этого может не быть? Ходить на работу с девяти до шести, сидеть в офисном стуле и как будто бы отказаться от этого надо, это прям научили не предать вот свою семью, какие-то, знаете, вот такие вот, мне даже так говорили, вот у меня дедушка, вот, он прям долго не мог понять, как, то есть в смысле уволиться, это же, то есть люди, которые работали там на работе, вот, как пришел с института и сорок лет на одном месте, и это вот так, и на самом деле это столько слоев. Ну что, я слышу, ты, скажешь, говоришь о каком-то все-таки не вполне артикулируемом, не вполне такой вот стопроцентно понятном разуме, сейчас скажу по-другому, о том, что есть мудрость тела, которую может быть очень сложно перевести на рациональный язык, и вот это доверие, то есть, да, что может быть, есть, ты понимаешь, что есть какие-то потребности, которые удовлетворяешь, но при этом тело, тело говорит а-а, а-а, и как важно доверять вот этому а-а, слышите, может быть, мы возвращаемся к тому, где ты начала, что это а-а, это про то, что так хочется, не знаю, заботы, в случае, если с поколением, какими-то несколькими поколениями, с надо, которые присвоились через несколько поколений, это может быть про то, про какую-то самостоятельность, про выбор, про твою собственную свободу, отказаться от того, что не твое, и в любом случае слышать эти свои сопротивления чутко, я вот думаю, и вот здесь, вот здесь же есть какая-то, есть эта развилка, где есть, может быть, риск, что, а вот я буду слушать эти все свои сопротивления, и все, и буду все к черту бросать. Да, вот я могу прям пример привести, у меня есть сложность с внедрением каких-то привычек полезных, не знаю, там, зарядка, да, по утрам, и меня удивляет, что мне так нравится это делать, то есть я ощущаю прилив сил, так хорошо себе после этого чувства, и все равно мне сложно, и я слушаю вот это свое, про которое ты говоришь, и оно, знаете, про что мне кажется, про спонтанность, про игру, про какую-то легкость, то есть как только я пытаюсь внедрить в жизнь что-то вот такое суперрегулярное, у меня начинается вот это вот, мне просто вот неохота это делать, даже когда мне это нравится делать, потому что нет в этом легкости и спонтанности, видимо, хронически какая-то такая проседающая потребность, и непонятно, каким образом я могу одновременно в себя, ну, получить эту стабильную там физическое благополучие через зарядку, и при этом, чтобы было спонтанно, легко, вот, дилемма, как вот не бросать, я просто пробую, 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 разные какие-то форматы, впихну сюда спонтанность, вот я смотрю, нам Елена пишет, хочет разобрать вопрос про документы, очень скликается отвращение к этому процессу, какая здесь беспотребность, это вопрос, наверное, мне, да, что проседает, это, я документы не хочу разобрать, ну, вот, в моем, это тот вопрос, где нужно разобраться, то есть, я не совсем понимаю, что конкретно нужно искать, это, знаете, мне нужно раздобыть сначала ясность, а потом уже их разобрать, а ясность, ее нужно именно выковыривать вот откуда-то, найти какие-то источники, то есть, да, мне, наверное, не хватает, ну, во-первых, какой-то легкости, понятности, ясности, и еще у меня есть страх, что я там зароюсь, и вместо ясности обряду еще больше вопросов, то есть, у меня какая-то беспокоенность по поводу неопределенности по поводу моего вот этого процесса, закончится ли он так, как я ожидаю, вот тем, что я разберу и буду молодец, или я только пойму, боже, мне нужно это на аутсорс кому-то отдать, я не думаю с этим всем. похоже на предсказуемость, когда вот ты первый раз что-то делаешь, может быть, это в любом деле, который начинаешь первый раз, есть вот эта неуверенность новичка, ты не знаешь, какой процесс, чем-то закончится. да, и как будто это что-то настолько знакомое, быть новичком в чем-то, и какая-то тоска у меня по этому ощущению, когда в чем-то эксперт, у тебя что-то получается, и ты делаешь это уже тысячный раз, и ты такой, хоба, я на этом собаку съел, вот это что-то противоположное, ты такой уязвимый, тебе ничего непонятно, и непонятно, у кого спросить еще вдобавок, то есть непонятно, откуда взять поддержку, потому что я вспоминаю, что как раз в моей работе, которую я в целом не очень любила, была история, которая мне нравилась, это было про документы, они у меня всегда очень красиво, аккуратно хранились, очень понятно, что где, мне ничего не стоило раздобыть нужную бумажку, потому что у меня все было вот каталогизировано, и это было от того, что я сначала вложила кучу времени, силу и ресурсов, чтобы все это разложить, а потом я просто этим пользуюсь, ну и вот мне как будто надо это все сделать заново, сейчас в этом вопросе с документами. И слышал все-таки такое надо, безусходность. У меня еще такого нет, что я прям выбираю, поэтому, кстати, это и не делаю, хотя уже давно пора, то есть я еще не вызрела, понимаете, меня еще не греет это, вот, и я не выбираю. Похоже, что нужно какое-то время, вот как ты сейчас привела пример с этой семиминутной йогой, и как ты успела за эти семь минут, что у тебя были, услышать этот голос, чего там, может, не надо делать. да, и также, может быть, нужно какое-то просто время внимания тому, чтобы услышать голос, который не хочется садиться, заниматься этими документами, и прям получше его понять, при этом не, при этом не ожидать, что после этого ты пойдешь и будешь делать, как отпустить, как отпустить, дать себе возможность быть свободной. Вот мы, если нам бы подвести уток, потому что мы уже чуть больше полчаса, полчаса разговариваем, мне кажется, хватит, нам уже хочется закругляться. Сила воли все-таки в неосердственном общении, она не настолько, наверное, не однозначно, не так она похожа на то, что, как мы ее понимаем, обычно традиционно, когда, типа, взялся и делаешь, доводишь дело до конца. Сила воли в насильстве. Через не хочу учить, да, это же надо, это обязан, ты же там, ты же мама, ты же тот, ты же сё. Это про контакт с собой, про контакт со своими ценностями, такое проактивное поведение навстречу своим ценностям. Не когда мы с ними сталкиваемся с там, что, ой, моя потребность не удовлетворена. Вот то, как ты приводила, пример, знать, ради чего я что-то делаю. Может быть, узнавать ещё то, что я новое добавляю. Мне кажется, что, когда мы делаем что-то, например, я выбираю не использовать, да, ненасильственное общение, я взяла наорала. Но после этого ко мне что приходит, как правило, проходит чувство вины, да, и через это чувство вины я понимаю, что я своими действиями какие-то свои потребности не учла, а мне хочется жить в соответствии со своими потребностями. Я возвращаю себя в эту свою ценность и проактивно, постоянно делаю этот осознанный выбор. И вот это, по-моему, да, и когда-то я могу выбрать что-то, перестать делать. На аутсорс отдать эти твои бумажки или в мусор попросить вынести кого-нибудь из семьи, они самой, они самой надо. вот, да, мне кажется, вот эта, да, сила воли, она в неосредственном общении, она в контакте с собой, но при этом не в сиюминутном, а в таком, в каком-то как будто расширенный есть контакт с собой, когда, ну, у меня же есть история, я же не какая-то там мошка, которая живет один день. Я помню, я помню, что было, я знаю, куда я, вот это вот все во мне есть. Спасибо, тогда всем, кто пришел, кто участвовал, мы тут завершаем, да, прощаемся. Да, до свидания, будем еще встречаться. Угу. Пока. Пока.